здравствуйте уважаемые участники вебинара сегодня у нас тема периодичная которая такая постоянная тема постоянная наша рубрика это обновление и 1 декабря у нас был релиз и в сейчас на вебинаре мы рассмотрим какие же обновления вышли в этом релизе и начнем самого самого такого заметного это то что у нас изменился дизайн uds admin здесь стоит я стрелочки по стрелочками пометил какие на какие разделы стоит обратить внимание то есть во первых вы можете открыть это меню в таком боковой меню можно открыть в полноценном режиме нажав вот так называемый значок бургера сверху сверху слева такие две черточки есть если на них нажать то у вас откроется такое меню боковое раздвинется и у вас все пункты меню сразу будут видны боковое меню было сделано в таком виде потому что для того чтобы больше оставить место для отображения контента чтобы по всем операциям были видны все колонки для того чтобы у клиентов открыть все колонки можно было увидеть больше информации то есть вы можете пользоваться боковым меню в раскрытом виде когда все пункты меню видны либо же сделать такое более сжатое меню боковое когда пункты меню видны те которые чаще всего используются если необходимо увидеть остальные пункты меню бокового бокового меню то есть такой значок три точки если на него нажать то отображаются остальные пункты меню там сертификаты и так далее настройки бонусной программы настройки компании, они отображаются в шестеренке. То есть в боковом меню слева, значок такой шестеренки внизу, там будут отображаться настройки бонусной программы, настройки заказов и так далее. То, что было у нас всегда в пункте меню настройки. И справа наверху, где логотип, можно открыть меню для прохождения в личный кабинет, там, где оплачивается подписка, можно посмотреть историю оплат. И в этом же меню есть кнопка «Редактировать профиль компании». То есть если для компании необходимо изменить описание, необходимо изменить фотографии, логотипы и так далее, то справа наверху нажимаем на аватарку компании, и там открывается меню с кнопкой «Редактировать профиль компании», и там сможете уже изменить настройки компании. В этом же меню отображается кнопка «Служба поддержки», если необходимо посмотреть контакты вашего персонального менеджера и, соответственно, номер телефона 8800 и так далее. Идем дальше. Подкатегории. То есть в прайсе теперь появилась возможность добавлять подкатегории и тем самым делать прайс многоуровневым. Я думаю, вы тоже заметили, особенно те предприниматели, которые пользуются прайсом, пользуются заказами, доставкой и так далее, я думаю, заметили эту функцию. Если теперь на категории нажать на три точки, то можно создать подкатегорию и можно сделать несколько уровней. Например, кроссовки, текстильные кроссовки, текстильные кроссовки бренда какого-то и так далее. То есть можно сделать несколько уровней вложенности, если для вашего бизнеса это необходимо. Что позволит для ваших клиентов находить именно тот товар, который им нужен. Идем дальше. В мобильном приложении также изменилось отображение на главном экране прайса. Вы могли заметить о том, что теперь прайс в мобильном приложении на экране компании стал отображаться более такой полноценно, с большей информацией. Теперь прайс сразу показывает категории первого уровня. То есть мы отматываем приложение, сразу видим категории первого уровня, сразу видим некоторые товары и можем сразу провалиться в какую-либо категорию, либо же можем нажать кнопку «Посмотреть все товары», и тогда мы откроем прайс уже на отдельном экране, и, соответственно, будем видеть уже все категории, подкатегории и так далее. Нажимая на какую-то определенную категорию, мы видим ее подкатегорию. Вот справа в картинке вы можете посмотреть, если вы добавили подкатегорию товара, сделали подкатегории товаров, например, вот в правой картинке отображаются кроссовки. Мы нажали на кроссовки, и у нас дальше уже идут подкатегории текстильные либо кожаные. Мы нажимаем на кожаные, проваливаемся в следующий уровень подкатегории. Я думаю, здесь все понятно. В интернет-магазинах, я думаю, у всех большой опыт покупок, поэтому все привыкли с этим уже работать. И здесь, в принципе, то же самое. User experience, то есть мы знаем, как это уже работает. То есть уже есть опыт работы с интернет-магазинами. Уведомления в UDS Admin Mobile. Частый был запрос технической поддержки в мобильном приложении UDS Admin, мобильное приложение для администратора, владельца компании. Можно провалиться в настройке уведомлений, и вы сами решаете, какие пуш-евдомления вам должны приходить. Вам должны приходить, например, пуш-уведомления за отзывы. Вы можете их включить или, наоборот, отключить. Если вы хотите, например, пуш-уведомления получать за операции, то вы также можете их включить, и вам будут приходить соответствующие пуш-уведомления. То есть клиент, когда оплатится, вам как владельцу придет пуш-уведомление. Для настройки этих уведомлений необходимо наверху нажать на карточку компании, можно сказать, и, соответственно, вы перейдете в настройку уведомлений. Присоединение к компании у нас изменилось. То есть, когда клиент присоединяется к нам по реферальной ссылке в компанию, либо же просто нажимает кнопку «Присоединиться», окно изменилось, оно стало более информативным, стало более привлекательным. Как нам показали тестирование, это окно больше нравится пользователям. И, к тому же, важный такой момент, в окне присоединения добавилась такая галочка «Разрешить показывать свой номер телефона». То есть, теперь клиент с окна присоединения сразу дает разрешение на отображение своего номера телефона в вашем личном кабинете, в вашем кабинете UDS-админ. Это означает, что теперь количество отображаемых номеров телефона в личных кабинетах оно значительно увеличится, и вы теперь будете видеть больше номеров телефона у клиентов, если этот номер телефона присутствует в его аккаунте, если он есть. За всеми хотел бы вам напомнить. В принципе, с самыми основными обновлениями мы прошли. По данному релизу все... Снова хочу вам напомнить о данной ссылке. Все обновления вы можете смотреть по этой ссылке. Будущие обновления, ближайшие, либо же те, которые уже были произведены в системе, вы можете посмотреть на нашем таком неком change-логе, то есть, посмотреть на странице, где мы ведем историю обновлений. Вот эта ссылка может сканироваться с помощью своего телефона, либо сейчас сделать просто... Если вы с телефона смотрите этот вебинар, можете сделать скриншот и потом в дальнейшем уже перейти по этой ссылке и следить за нашими обновлениями. Также есть интересный момент. Мы запустили акцию в декабре. Я думаю, вы слышали ее на нашем официальном канале, в телеграм-канале Global Intellect Service, о том, что теперь появилась возможность появиться в баннере на главной странице мобильного приложения. То есть, появиться, можно сказать, на таком неком рекламном месте в вашем городе. То есть, в каждом городе эти баннеры разные. То есть, например, если ваша компания находится в Москве, то, соответственно, вы можете появиться в баннерах по городу Москва. Для того, чтобы появиться в баннере, условием является продление годовой подписки в декабре. То есть, с 1 декабря, если компания ваша продлит подписку, с 1 декабря по 31 декабря на год, оплатив 300 долларов, то вы можете подать заявку на отображение в этом баннере. И мы проверим, что у вас действительно подписка оплачена в декабре. И, соответственно, разместим вас в этом баннере. Для подробностей можете перейти в телеграм-канал Global Intellect Service. И там в одном из последних постов мы говорили об условиях отображения в этом баннере. Но условие довольно простое. Это просто оплатить годовую подписку в декабре. Еще раз повторяюсь, в декабре. И, соответственно, мы разместим информацию вот в таких вот карточках на главном экране мобильного приложения. В принципе, какие же у нас стоят задачи? Главная у нас задача в работе – это UDS 4.0. Все подробности, касающиеся данного крупного обновления, касающиеся вот этой новой генерации приложения 4.0. Напомню, сейчас у нас 3.0, а вот в феврале на итогах года мы презентуем UDS 4.0. И что будет туда входить, какие новые функции, каким образом, какое новое позиционирование продукта у нас будет, все это мы вам расскажем на событии и итоги года. На итоге года билеты в продажу уже доступны. Вы можете, если вы партнер компании, вы можете их приобрести в бык-офисе, в своем личном кабинете партнерском. Если же вы не партнер компании, то вы можете приобрести, оставить заявку на сайте GIS, ну вот на этом сайте, можно перейти в него и оставить заявку на приобретение билета. Будет круто, будет интересно, и будем вас радовать новыми новостями. В принципе, у меня на этом все. Сейчас я открою чат, и, соответственно, мы сможем с вами обсудить возникшие вопросы у вас. Останавливаю запись. Так. Сhthalен. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.